СССР Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Рождённые в СССР» в студии. Я, её ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы, как и происходит каждый вечер. Звоните нам по телефону 617-5197. Наш электронный адрес в интернете – nostalgia.tv.ru Рождённые в СССР Надо сказать, нечасто в наш эфир приходит группа в музыкальном арсенале, который – настоящий шаманский бубен. На час всем нам предстоит погрузиться в атмосферу настоящего музыкального волшебства с неповторимой атмосферой, мощной энергетикой и музыкой, которая стирает границы времени и реальности, перенося зрителей в древний языческий мир, скажем. Ух, мне самому стало страшно от всего, что я только что наговорил. Поэтому самое время предоставить сцену этим людям. Короли мистического фолка. Группа «Рады и Терновник» сегодня у меня в гостях. Группа «Рады и Терновник» 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 Ты меня не жди 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 Это не правда жизни какая-то Это неинтересно А давайте будем иметь не подданных, а искренних почитателей Владимир из Волгограда, видимо, является таковым Владимир, добрый вечер Сейчас мы узнаем об этом Здрасте, Владимир Здрасте, не кричите так, мы вас слышим хорошо Спасибо, здравствуйте, 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 что я пою, что я пою, это прекрасные, замечательные, удивительные песни А мистическое, а миру overlooks and Same... миров и каждый человек сам по себе это высокая мистика и высокая истина каждый человек и вы в том числе и я и все наши музыканты все те кто присутствует в этой студии это чудо мы живем окружении чудес прекрасно как вы сказали вы поете песни какие самые лучшие свои самые лучшие удивительные неповторимые любые песни неповторимы даже самая дурацкая песня она неповторима у вас таковых нет правда ну я понятия не имею это вопрос к нашим слушателям друзья мои вот если вы услышите одну из самых дурацких песен вы мне скажите об этом она тоже неповторима тоже будет безусловно неповторима мне просто интересно какая из них дурацкая кажется но в начале нашей программы вот как раз либо на предмет песен либо на любой другой предмет наши зрители спрашивают наши гости спрашивают зрители о чем-то, задают вопрос. В прошлый раз вы меня поразили рады интеллектом и вопросам, которые вы задали. Правда? Да, я могу повторить и напомнить. Какой фильм из 70-х годов нужно обязательно показать нашим внукам, для того, чтобы они что-то поняли про нас? Ну, интеллекта в этом нет, если честно. Радик, это мы сейчас проверим, буквально через несколько секунд. Вы какой бы фильм показали? Я? Да. Сейчас? Да вы знаете, я считаю, что не надо ничего никому показывать, пускай сами смотрят. И выбирают. Я за свободный выбор. То есть такого, чтобы они о нас что-то поняли, да, из кинематографа это не надо? Ничего никто не поймет. Один человек про другого никогда ничего не поймет. Это все иллюзия. Можно только любоваться друг другом и любить друг друга. А что-то понимать, это иллюзорно. Мы ничего рукодруги не знаем. А говорите, с интеллектом беда. Видите, здесь как раз вот... Я и говорю, с интеллектом беда. Ничего не знаем рукодруги. Каждое слово льется просто какая-то мощь и сила, которую вы бы не произносили. И ваша очаровательная улыбка просто подкрепляет каждое слово. Спасибо, что в очках сегодня. Мне как раз не очень видно ваши глаза. В прошлый раз вы были как-то более открыты для меня. Я не выспалась. Не выспались, Раджич? Да, сегодня я не выспалась, поэтому я в очках. Я вас утомлю буквально на час, а потом будет спокойный сон. Потом будет нервный сон. После эфира нервный сон? Конечно. Как и после концерта любого? Да, после любого концерта. То есть такая мандраж какой-то присутствует? Ну, не мандраж, но любой концерт это самоотдача у каждого из музыкантов. Разумеется, я думаю, что все музыканты про это скажут, что после концерта это очень плохо спится. Ты что так голову трясешь? Тоже плохо спишь? После концерта неплохо спится, просто после вообще не спится. Вообще не слышно и не спится, потому что нет микрофона у молодого человека. Представьте, юношу и всех, кто помимо него в столе сидит. Ну, юноша это прекрасный музыкант Николай Котовский. Николай. Вот прекрасный юноша Женя Кудряшов, барабаны. Вот видите, у него прекрасные татуировки, на них он сам. Женя, ты сам? Есть такое дело. Тоже природная скромность, да? У всех коллективе. Порожденная. И Владимир Анчевский, тоже природная скромность сама. Мне Володя действительно природно скромный, потому что я еще в прошлый раз помню Робков, все время молчал, в стороне находился, несмотря на то, что является однофамилицем Рада Анчевский. А так уж получается. И супругом заодно по совместительству. Я так понимаю, что эти люди очень много лет вместе прошли через горнила рук-н-ролла неоднократно за эти 26 лет, я сказал. Да, мы выпили очень много вместе. И выпиты очень много вместе. Еще пьющая семья, конечно. Пьющая семья, это прекрасно. Я всегда думал, что это горе. Нет. Смотря сколько пить и что пить. Я не знаю, какие напитки вы предпочитаете в это время. Прекрасные. Самые вкусные. Раньше, может быть, вкусные, да. Раньше протвишок предпочитали многие из рук-н-ролла. Ну, смотри, какой протвишок, опять же. Португальские 25-летние выдержки. Сейчас, да. А раньше три семерки, три топора их называли. В советскую ностальгическую пору, когда вы только начинали на сцене блистать, рады? Нет. Нет? Даже тогда это прошло стороной? Нет. Ну, хорошо. А что мы спросим зрителей сегодня? Дело в том, что мы сейчас записываем новый альбом. И вот Владимир Размович Анчевский, который блистает скромностью, как всегда. Я учество с первого раза ваш Володь не запомнил. Э, Размович. Разум Роторадамский. Его папа. Теперь я начинаю понимать, откуда эта близость с Радой. С Роттердамом. С Роттердамом в том числе. Вот. И дело в том, что мы сейчас записываем альбом. Владимир его записывает и сводит. И в каком-то смысле он саунд-продюсер этого альбома. И дело в том, что я хотела бы задать нашим слушателям и зрителям сейчас глупый вопрос. Дорогие друзья, вот те из вас, кто слышали нашу группу, ее знают. Придумайте нам название для нашего нового альбома. Вполне возможно, что мы его оценим и экспроприируем. Интересное решение. Просто к авторской помощи мы призываем вас, друзья мои. Помогите с названием. Творчество, творчество. И к творчеству мы вас призываем. Для этого нужно внимательно-внимательно слушать сегодня всю нашу программу. Насытиться этой музыкой, этим колоритом, этой интонацией, чтобы понять, в какую сторону идти с точки зрения названия. Честно говоря, Рада мне говорил до эфира, что этот альбом она бы с радостью переименовала, если бы вы подсказали хорошее название. Но поскольку оно уже названо «Сестры», то мы, наверное, так и оставим. Да, Рада? Я думаю, не будем переписывать. Не будем дальше. Хотя практически тираж уже продан. Я подумаю. Поэтому собирать у народа будет тяжело. Друзья мои, в подарок получите вы альбом, если вдруг каким-то образом оригинально назовете следующий. 617-5197. Группу самому переименовывать, я надеюсь, мы сегодня не будем. Сегодня нет. В другой раз, это когда-нибудь произойдет, лет через 5. Так водится, мы каждые 5 лет встречаемся. Давайте встречаться чаще. Тогда группе исполнялось 20 лет. Сейчас чуть больше, чем 20. Сегодня уже чуть больше, чем 25. Поэтому мы так накануне или после юбилеев сразу общаемся с Радой Терновником. Следующая вещь. Ты будешь танцевать, да? Да. Субтитры подогнал «Симон» Ты будешь танцевать под этот тихий мир, под этот светлый мир. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ты будешь уходить и сделай из души с вокзала на вокзал. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры делал DimaTorzok Вкусные, безусловно, они должны быть вкусными 617-5197 номер нашего телефона, группа с 25-летним, как мы выяснили, даже больше уже стажем в гостях у меня сегодня То есть образованная в 91-м году По сути дела мы сейчас увидим одно из первых выступлений, снятых в тот период времени Ой, не надо! Рожденная в СССР группа, но 91-й год, по сути, еще СССР Рада и Терновне в гостях у меня сегодня Мы сейчас спорили, какой это год, 92-й или 97-й Рада говорит, что это все-таки 97-й год Однозначно Тут это никакие не фестивали, а не дюшаты, о которых Рада вспоминает с придыханием Всегда с ужасом Поскольку там было, да Ну опять, я не буду говорить больше Там был рок-н-ролл Там был настоящий рок-н-ролл такой жесткий Если я буду про все жестко с того рок-н-ролла говорить, то, наверное, мы опять к алкогольной теме вернемся И это уже будет перебор, Рада Перебор, да Ну хватит уже сегодня говорить про это Александр из Керчи на прямой связи Александр, добрый вечер, слушаем вас Здравствуйте, уважаемый Владимир Здравствуйте, уважаемый Александр Приветствую замечательную группу Рада и Терновне Группа правда замечательная Ну, мне что хотелось бы сказать по поводу названия нового альбома Да, предложите версии Да, Радочка Да, здравствуй, рок-н-ролл Это название? Я предлагаю название такое, вот судя по тем думкам, позициям, которые только что мы имели честь услышать Я бы назвал арбом «Галактический загон» Простите, кто? Галактический загон Загон, галактический загон Для кого загон? Для всей галактики, Радочка Для козы Да какие козы? Галактика, звезды, планеты, мистика, руководство Как можно планеты в загон? В загон козы отправляют Саша, кладите трубку Раскритиковала в пух и перья Не получите ни диска Нет, я думаю, что по приколу, конечно, диск отправим Вот я уже согласна, все, диск ваш Да? Да, но загонно У нас их три, ничего, нормально Слушайте, а ваша первая версия по поводу того Да здравствует рок-н-ролл, Раде понравилось больше Нет, мы не играем рок-н-ролл А что вы играете? Рад просить Музыку Музыку? А рок-н-ролл это не совсем музыка? Это рок-н-ролл, мы играем музыку А, хорошо, тогда Саламандра, видимо, это музыка Давайте слушать следующее Почему видимо? Ну так если вы играете музыку, значит, это музыка Ну да Но не рок-н-ролл Надо сомнений, вот эти уколы, если я моляю Хорошо Более так уверен Стопроцентную музыку Саламандра называется Она, следующая композиция Это вещь не из нового альбома, да? Нет, да все это, все они из старого Все они из старого Танцует в огне Саламандра И изумрудно упругая танго Танцуют закатные птицы Им поет колокольный ангел Танец, медленный танец Волны кружатся с небом О том, что они еще живы Любовь управляет глазами Игнорируя белое тело А ночью меняются с нами Танцовы, красном и белом Танец, медленный танец Остановишься, музыка стихнет Голосный водой в пламя На нее я за победитель Голосный водой в пламя Голосный водой в пламя Браво Рады и терновник Саламандра 617-5197 Номер нашего телефона Вопрос периодически будет появляться В нижней части экрана Если креативно мыслите Если слышите и слушаете нас сегодня То, быть может, у вас появятся Какие-то версии Относительно названия Нового альбома Для этого коллектива Что касается всего Сколько было альбомов Рады выпущено уже? Слушайте, я не помню Там 14-15 Где-то как-то так А хотя бы первый помните? Как называется? Конечно, конечно, конечно Помните, кто помогал Активно вам тогда? Этот альбом был выпущен Андреем Гавриловым С фирмой Solid Records Мы его записывали на студии Петра Николаевича Мамонова Одним из продюсеров альбома Был Сережа Гурьев Вторым продюсером был Олег Коврига И, собственно, за пультом Тогда сидел Антон Марчук Это звукорежиссер Звуков Му Мамоновской студии Да-да-да И Петр Николаевич Даже подвигал ручки На одной из песен То есть было все очень интересно Все очень круто И это был, конечно, очень сильный Такой для молодой группы Как сказать, аванс То есть сразу выпустить компакт-диск Сразу записаться на такой студии Сразу поработать с очень крутыми людьми В общем, все получилось Одного из таких крутых людей Который действительно тогда очень помог Группе Рады и Терновник Кстати, будем говорить Он будет говорить о русском роке Несмотря на то, что рок-н-ролл мы зачеркнули Некоторое время назад Потом вернемся Идея в нашем уроке русском Она как раз связана с акустикой С вот акустической рок-песней Исполняем под акустическую гитару Потому что так, в общем, рок в России как бы и рождается То есть от гитарной песни, от поющейся поэзии И все, что связано с формой Это уже вот как раз электрическое наслоение Оболочка некая Которая вот создается инструментовкой Там, аранжировкой Тра-та-та-та-та-та-та И так далее И с этим вот у нас всегда как раз было гораздо хуже Рожденные в СССР музыканты За исключением, пожалуй, молодого человека Все в СССР Почему? Он тоже в СССР? С 1980 года рождения С ума сойти! Да ты еще Брежнева застал Как родился, так и застал Год Олимпиады Генеральный секретарь до 1982 года Леонид Ильич Брежнев Насколько я помню Да, ты просто не в курсе Когда был очень маленький, еще в кульке Да, действительно, ну Олимпиаду запомнил Видишь, каким-то образом Ну вот видишь, только что рассказывали про стихи Упакованные в гитарную музыку Которую тогда представлял в начале 90-х русский рок Согласна? Ну, не совсем Потому что я понимаю, что всегда были разные направления И да, я тоже начинала с концертов под гитару Но я их отыграла буквально несколько Потому что буквально на втором или на третьем концерте Ко мне сначала подошел ник рок-н-ролла Сказал, не валяй дурака, ты играешь рок-н-ролл Даже когда ты поешь песни на три аккорда А потом ко мне, собственно, подошли друзья С которыми я работала в газете «Гуманитарный фонд» И сказали, что они музыканты Вот, собственно, Сергей Ребров со мной работал Наш первый басист Познакомился с Владимиром Альчевским И поэтому как-то вот группа Она образовалась моментально Вот, но по приколу я иногда Все равно играю концерты под акустическую гитару Хотя это скучно Ну, сейчас по приколу взяла гитару уже в руку Электрическую, прошу прощения Это фендер Электрический фендер взяла в руки А Валерий из Белоруссии Валерий, добрый вечер Здравствуйте Здравствуйте, Валерий, слушаем вас Владимир, рада, добрый вечер Добрый вечер Я старый ресторанный музыкант, в общем-то С удовольствием услышал радио Часто смотрю ваши передачи Здравствуйте, ребята Привет, привет Добрый вечер Я как бы не поклонник особо такого творчества Но, безусловно, музыка Привет Безусловно, музыка очень своеобразная, интересная Человек весьма одаренный и талантливый Что Демиан, Лидия, мне немножечко нет мира Это не упрок, это, наверное, скорее комплимент А по названию альбома Ну, я бы хотел предложить такое название, как нигилистический цинизм Цинизм Какой цинизм? Нигилистический Я думаю, идеалистический Нет, нигилистический Нигилистический Ни Ни Дополнительный ливоний услышали, 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 да Рыцари, которые говорят ни Цинизм нигилистический Спасибо, Валера, большое Ну, неплохо, да Ну, уже теплее, видите, рада уже добрее относится к названиям, которые вы предлагаете сегодня Идеалистический, это совсем не к вам рада, мне кажется Ну, почему же, я абсолютно идеалист, вы что? Ну, мне кажется Я романтик, идеалист Вы только что назвал зритель, вас человеком не от мира сего Если вы слышали Ну, да На самом деле, наверное, это так Идеалисты, романтики, они, конечно, не от мира сего, это нормально Вообще, музыкант должен быть не от мира сего, это нормально Мне тоже так кажется, честно говоря Давайте подойдем к следующей композиции Давайте Милая, да, следующая вещь? Милая, милая Давайте подойдем к следующей композиции Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 Рада Терновник в прямом эфире. Еще две вещи. Надеюсь, мы успеем исполнить сегодня. с вами поговорить. Михаил из Санкт-Петербурга. Михаил, добрый вечер. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, рада и вся ваша команда. Да такая необычная. Спасибо, Владимир. Очень интересно. Да ради спасибо, мне-то чего. Но все равно непопытно послушать. Мне вот интересно, я бы дал вариант, могу предложить варианты. Предлагайте. Пляски на Лысой горе, например, название. Пляски на Лысой горе? Хорошо. Или землетрясение, или можно еще Извержение вулкана название. На Лысой горе же? Извержение вулкана на Лысой горе. Тоже хорошо. Я хотел Владимира еще не спросить, а спросить его. Не может ли он пригласить, если несложно, группу Белой Квардии. В этом году ей исполняется 25 лет. Вот мне хотелось бы, чтобы она вас позвала все-таки в гостях. Спасибо большое, Миша. Спасибо. Подумаем. Наши редакторы услышали сейчас ваши просьбы и пожелания. Пляски на Лысой горе версия интересная. Тем более, что я про хакасскую шаманку вам рассказывал в начале. Мне кажется, что на Лысую гору туда мужиков-то не пускали. Радочка, одной придется идти. Да скучно же. Скучновато, да? Да, скучновато. Без свиты. Не свиты, а друзей. Без друзей, да. Без друзей, соратников и музыкантов. Ну, они же и друзья. Свита, она не у меня. У меня друзья и соратники. Хорошо. Следующий звонок из Ульяновска. Олег, добрый вечер. Здравствуйте, Володя. Здравствуйте, группа. Здравствуйте, Олег. Я вот слышу Радо скромничать, что якобы не играют они рок-н-ролл. А гитаристы у них вполне рок-н-ролльщики. Мне их музыка чем-то ранее Black Sabbath напоминает. О. Вот. И все заумные названия вам для альбома предлагают. А я бы вам такой простецкий, наивный. Радо плюс фендер гитара равняется рок-н-ролл. Ну, очень длинно, знаете. Вы представляете себе обложку компакт-диска? Это не влезет. Ну, бывает еще длиннее названия альбома. Так что еще, ничего страшного. Видите, какие короткие названия Радо предпочитает. Графика, сестры и так далее. Поэтому вы уж ориентируйтесь, пожалуйста. Нет, почему? На меня есть, конечно, книга «Жестокости женщин». Но это, скорее, исключением. Следующий звонок из Иршкар-Аллы. Виталий, добрый вечер. Юшка, привет! Виталий, добрый вечер. Виталий! Люблю этот год, на самом деле. Виталий, ну вы так обрадовали название города. Иршкар-Алла, ну, давайте, говорите. Виталий, ну перезванивайте, не будем терять время. Давайте покажем одну из ностальгических записей, 95-й год вспомним, потом вернем. Надо подсократить немножко все это, поскольку времени у нас мало. Хочется живьем услышать еще и сразу в студию. Давайте нас подсократим, да. Игорь из Санкт-Петербурга. Игорь, добрый вечер. Здравствуйте. Здрасте, Игорь. Да, скажите вот такой вопрос. Вот у вас очки, вот это копия очков Леннона, вы специально подбирали? Вы знаете, у меня огромная коллекция солнечных очков. Я сегодня просто взяла те, которые лежали ближе всего. И к Леннону они никакого отношения не имеют? У-у-у, к сожалению. У меня не хватило денег на очки Леннона. Пришлось купить простенькие. А на музыку Битлз хватало денег когда-нибудь в жизни? Мне не нравится группа Битлз. То есть вы к этой музыке не имеете никакого отношения к своей? Нет, ну там были какие-то женские песни, там про Мишель, про I, Me, My, там еще что-то. Вот они были немножечко ближе, да? Да, 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 да. Ну в принципе, вот в целом музыка группы Битлз, ну это слишком для меня простенько. Мне хотелось более чего-нибудь трагичного. Они слишком такие романтичные. Мне хочется более, чтобы сердце разрывалось. Нам романтичный Виталий из Ушкар-Аллы перезвонил сейчас. Виталий, добрый вечер еще раз. Виталий, говорите, пожалуйста, времени нет. Виталий отошел в другую комнату. Виталий, говорите, пожалуйста, говорите. Мы вас слышим? Говорите. Да, что такое? Виталий, ну, видимо, в другой раз. Либо через песню. Давайте просто хочется услышать песню. Что мы слушаем рад сейчас? Космическая связь, которая у меня в трек-листе написана как комическая. Ну да ладно, окей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Успеваем мы еще одну песню? Или уже... Мы успеваем. Если сейчас будем петь, то успеваем. Если прям сейчас вот, давайте. Тогда давайте быстренько подведем итог. Кто же заслужил сегодня диск? И кто был более близок и понятен вам со своим названием? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, одного мы уже... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй будет из Питера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Михаил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А третьего вы выбираете? Хорошо. А третьего я сам вместе с воздушным поцелуем рады выберу, подумаю. А вы, пожалуйста, Михаил из Санкт-Петербурга и первый дозвонившийся нам. Оставьте свои контакты, чтобы вы смогли отправить диск рады. Чем заканчиваем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где-то сказки были. Одна из самых старых композиций нашей. Чудесно. Группая. Что? До встречи. Тебе нравится эта песня? Да. Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где-то сказки были, где-то кружки били, где-то было лето, где-то говорили. Где-то были песни, где-то вечерело, где-то на заказе помирало тело, где-то солнце было, нам не рассказало. Где-то били, где-то били волны, где-то били волны навязали. Сказал, почему-то с кем-то рассыплю на небе комалом на хлебе мышкою. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А собаки плавают всех спасти, не можно, тучек не хватает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА